Канал «Али Аттисам» представляет. Ассаламу алейкум ва рахмату Аллахи ва баракату. В прошлых лекциях, почти 7 уже лекций мы сделали, про наушения, поклонения, наушения, убеждения, даже общие навязчивые наушения, которые присутствуют у человека, как это лечить, мы это всё объяснили в прошлых уроках. И кто это лечение использовал стопроцентно, эта программа, как мы объяснили, кто пользует, иншаллах этот человек вылечится, потому что сам автор этой программы, сам автор этой книги, он сам вылечился, после этого написал эту книгу. И после он многим посоветовал это лечение, и они тоже получили огромную помощь от этого лечения. Но есть некоторые препятствия пути лечения. первое из них, что человек не может стопроцентно соблюдать это лечение. Некоторые его 50% пользуют, 50% нет. Некоторые 70%, кто больше, кто меньше, так используют эту программу. Многие думают, в начале многие берут на себя и стараются, будут стопроцентно эту программу делать, и в конце всё равно многое лечение получили, но остались ещё у них нарушения. Постоянные нарушения остались. Потом они вопрос задают, почему? Мы же стопроцентно лечение сделали, у нас чуть-чуть ещё осталось. Почему? Почему у нас не ушло полностью это нарушение? На это мы ответим, как сам автор говорит, это получается, что стопроцентно ты не использовал это лечение. Стопроцентное лечение используют. Что означает? Как только ты лечение начал, все эти восприятия должны отталкивать. Как пришли, не слушаться этих, не делать то, что они требуют. Все прошлые уроки послушали, там как объяснены. Необходимо первый урок даже послушать, в середине один урок взять – пользы не будет. Надо первые уроки, которые… Чем бы ты ни болел, первые, третьи, третьи уроки – это необходимо. Отталкивать полностью. Тебя нарушают, вообще даже не слушают. Вот это бывает стопроцентно ты начал лечение. А начал некоторые программы делать, но это не отталкиваешь этот вас-вас, когда приходит, научение, когда приходит, значит, стопроцентно, как объяснили мы в прошлых уроках, не соблюдаешь. Это что значит? Означает ли это, если я стопроцентно не смог это лечение делать, от этого я пользу не получу? Нет. Получишь. Если 50% использовал, 50% пользы получишь. Сам то и чувствуешь сейчас, что то нарушение, которое в начале было, этого нету. И те трудности, которые в начале были, это ушли, но полностью нарушение ушло. Сколько ты пользовался, столько и получишь. Что надо тогда делать? Оставить так или нет? Для них, кто не мог стопроцентно лечение, как мы объяснили делать, заново начните каждый день отталкивать нарушения. Например, сегодня оттолкну, завтра чем сегодня еще больше. После завтра так больше, недели 10 дней максимум, после этого, после 10 дней уже больше не продолжайте. Сразу с этого момента начните стопроцентно отталкивать. Как бы ни появились, отталкивайте, отталкивайте. С этого момента стопроцентно начните эту программу делать, как мы объяснили. Некоторые говорят, не мало ли я недели? Нет, не мало. Наоборот, вы должны с первого дня начать. За то, что вы не смогли с первого дня так начать. Уступки пошли, на неделю вам разделили, как это делать. Каждый день у тебя война между тобой и твоим нарушением должна будет увеличиваться. Сегодня меньше, завтра больше, так недели. Последние недели, день недели, все. После этого стопроцентно ты должен это нарушение оставить. Приходит отталкивать, как мы объясняли в прошлых уроках. У тебя должно быть сильная сила воли. После 7 дней, максимум 10 дней, сила воли. Второе, если так начнешь, ты выигрываешь шайтан. Ты должен знать, что козны шайтана очень слабые. Аллах в Коране говорит, «Инна кайда шайтан, кана лаифа». Поистине, козны шайтана являются слабыми. Ты это сам почувствуешь. Чем больше ты стараешься с васом бороться, тем она слабее. После этого ты сам убежденно узнаешь, что шайтан является слабым. И получается, этим слабым шайтаном ты проигрывал все эти прошлые годы. Но, алхамду ла, сейчас ты уже начал выигрывать. И продолжай это, не сдавайся до конца этого. Когда ты знаешь, что уже улучшение идет, та, которая у тебя в голове была мысль, что я из этого наушения не вылечусь, это пройдет. Потому что уже знаешь, чувствуешь, что что-то лечится. Неделя. Сегодня лучше, чем вчера. Завтра лучше, чем сегодня. Вот так. Уже видишь, что лечится она. Та отчаяния, которое в твоей голове было, что я вообще не вылечу этой болезни, это пройдет. Потому что уже замечаешь, уже лечение идет. И после 10 дней начни полностью, как мы объяснили в прошлых уроках, соблюдать эту программу, иншаллах, в течение недели, 10 дней, полностью исцелишься, иншаллах, от этой болезни с помощью Аллаха. Делай это лечение. Поминай Аллах и проси Аллаха, субханаху та'алла, скорейшее лечение, иншаллах, ты получишь это исцеление. Может быть, в последние дни еще это вас-ваз, нарушение увеличивается. Это как бывает? Мы, кто видел, например, человек, когда умирает, или же, когда человек животное режет, последние, когда они вздох, они ногами начинают шевелиться, больше дергаться. Также этот шайтан тоже уже, когда сила кончается, она старается побольше вас-ваз делать, чтобы у тебя отчаянность заново появился. Не сдавайся, старайся вообще не обращать внимание это последние вздохи шайтана, иншаллах, на этом пути. Пусть Аллах, субханаху та'алла, облегчит вам, всем больным, вылечиться от этой болезни и продолжать держаться на этом пути и не сдаваться. Первое, которое препятствие мы сказали и объяснили, это человек чувствует, что он стопроцентно не смог соблюдать эту программу. Второе, после лечения он сам себя начинает винить, что за то, что он, например, мы же объяснили там, если даже почувствуешь, что матча капает, не обращая внимания, если даже почувствуешь, что воздух уходит, не обращая внимания, это вас-ваз. В прошлые уроки, кто первый урок посмотрит, он это все, потом он чувствует, сам себя начинает винить, как это, я-то не обращаю внимания, но у меня же неполноценные поклонения, у меня же неполноценные айбада, я же должен чистота иметь, начиная с другой стороны, шайтан заходить. Шайтана разницы нет, ты поклоняешься, или чрезмерно поклоняешься, переходишь границу, или же делаешь грехи. Все эти стороны, они не смогут тебе выиграть, пришлось с той стороны, что ты айбада не так делаешь, не обращая внимания. Это тоже является научением, не обращая внимания. Они все дороги испытывают, шайтан тебя заблудит и не отпустит тебя. Это второе, препятствия должны быть осторожны. Когда обвиняешь самого себя, это тоже обман, это тоже препятствие от шайтана, чтобы ты не продолжил это лечение. И еще одно препятствие, которое есть в начале, сила воли сильная, уже в конце, когда уже почти вылечился человек, у него сила воли слабым становится. Из-за чего это бывает? Из-за того, что ты уже думаешь, я уже вылечился, я выиграл этот лосфас, это выиграл внушение, и ты думаешь уже, полностью победу я получил, и начинаешь не обращать внимания на лосфас. Например, потом в туалет идешь, чувствуешь, что тебя моча капнула, уже думаешь, что у вас лосфас нету, возвращаешься, смотришь, знай, это начало, то прошлого, не сдавайся. В конце тоже должна быть такая же сила воли, как в начале. И также, например, думаешь, что у тебя омывание испортилось или нет, ты в начале, когда лечение делал, не обращал внимания, как мы вам советовали, как я вам советовал, не обращал внимания. А сейчас, ты говоришь, я уже вылечился, это не может быть у вас-вас. Идешь омывание делаешь. Заново шайтан тебя начинает внушать. Тоже отталкивай, не сдавайся. Пускай в конце тоже у тебя будет такой же сила воли против вас-васа, как она была в начале. Знай, это вас-вас и дело, то, что требует у тебя вас-вас, внушение, это от шайтана, это является грехом. Это является повиноваться шайтану, а слушаться Аллаха. Этот лозунг должен быть перед твоим глазом быть. Делаешь этот вас-вас, то, что внушает тебя. Например, несколько раз руки моешь, несколько разрушаешься в туалет. Когда думаешь, что вышло, не вышло у тебя воздух, идешь омывание делаешь. Это что? Это слушание шайтана, повинование шайтану, и ослушаться Аллаха. Это грех. И пророк нам учил, когда такие вас-васы появляются, даже намазы чувствуют, что этот воздух уходит, пока не услышит звук, или же не почувствуешь запах, не оставляй намаз. Это же пророк нас учит. Зачем мы лучше, чем пророка, знаем поклонение или что-то? Почему пророк нас учил это? Чтобы мы не заболели этой болезнью. И пророк нас учил после туалета, чтобы у вас фаз есть, чтобы у вас фаз не было, взял, намочил, взял эту воду и брызгал свое нижнее белье. Когда почувствуешь там какую-то влажность, скажешь, вот эту же я воду брызгал, от этого. Чтобы внушение не появилось, пророк нас учил этому. Не сдавайся в конце тоже, чтобы не вернуться заново в вас фаз. Ты почувствовал спокойствие, ты почувствовал легкость. Обратно, если будешь слушаться шайтану, вас фаз, заново это вернется. Всегда должен быть осторожно, чтобы заново этот вас фаз не вернулся. Один из причин, что человек с силой воли слабым становится, он чувствует та трудность постоянно, чтобы на чеку быть, чтобы это вас фаз его не внушило. Ты не забывай, в каком трудности ты был. Если даже то, что вас фаз с тебе требуют сделать, у тебя эта трудность проходит, нет же, из этого не сдавайся, делай это лечение и держись постоянно на высшем уровне готовности, чтобы это вас фаз, тебе с другой стороны не зашел, это шайтан, который внушает тебя. Но, если уже у тебя ослабилась сила воли, выход какой тогда? Уже все это прошло, но ослабился выход. Какой выход? Заново начни полностью лечение. Слушай эти лекции, бери, как это, параллельности делать, до последней лекции послушай, и заново начни это лечение. И начинай стопроцентно соблюдать, отталкивая. Иншааллах, если один первый раз, ты не смог выиграть это внушение, второй раз выигрываешь, да поможет тебе Аллах. Мы в этом закончили, можно сказать, полностью, как лечить внушение в поклонениях, убеждениях и других деяниях человека, и какие препятствия на этом пути бывают, это тоже рассказали. Иншааллах, в следующей лекции мы расскажем, как держаться в этом пути, после лечения жаза кумуллаху хайран. Ассаляму алейкум, варахматуллах и варакату. Ассаляму алейкум, варахматуллах. Судя по комментариям, многие еще не в курсе, что прежний наш канал был удален. Так вот, это наш новый канал. Все вместе, сразу, подписываемся, смотрим актуальные тематические плейлисты, актуальные видео, делимся ими в соцсетях, в мессенджерах, среди друзей и близких. Это помогает выводить видео в тренды и способствует тому, чтобы как можно больше людей увидело этот ролик среди предложенных. Ассаляму алейкум.